По конституции ты мне обязан ознакомиться с постановленным губернатором? По конституции? Да. По какой конституции? Все, все, все. Какая конституция? Ой, двоечник. Губернатор это законодательная власть, если вы не знаете. Губернаторы издают законы. Вы мне тут зубы не заговариваете. Заставьте средства индивидуальной защиты. Согласно 470-му постановлению. Я вас обязываю, да. Ах, так. Да, я вас обязываю. Нельзя в меморам кипать. Ты мне дорог. Не по-человечески ведешься. Не по-человечески. Ты сам, смотрю, отчаянный у судебных приставов, да? Еще коренной житель, наверное, да? Я не могу мечтать, ничего такого подобного там. Можешь дальше не продолжать? Уважаемый, без всякой личной неприязни, без всякой... Вас бесполезно что-то консультировать или вам что-то вдавливать. Я ни разу в гаишнику не показал документы. Я мотался по всей стране. И ни один гаишник за 6 лет не смог у меня документы посмотреть. И все по закону, не по беспределу. Лучше вот в натуре, что один делал, Женька, он молчал. И этот стоит мочить, красавчик. А если бы это мама ваша была? Бережанов, у вас мама есть? Пойдемте со мной. Вот на нос, вот так вот, как я надел, надейте, вот так. Его вынобили в детстве очень много. И шлопу ему там под задницу выклинивали. Народ настолько тупел, что они даже не хотят в этом разбираться. Им проще на колени встать, потому что сказали, это моя законная тема. Нет, ну, видишь... Я не буду ползать на колени скоро. А если завтра скажут, ползайте на колени, вы будете надевать на колени? Нет, это же другое. Нет, я не буду. Чтобы колени не повредить хотя бы. Вы да, буду. А, плохо? Да? Буду. Ребят, остановите его, пожалуйста. А то он что-то это, вообще не в ту сторону думает. Мы сейчас возьмем вас под руку и занесем в наш кабинет для составления протокола. Что значит занесете? Понимаете, как хотите. Я сейчас возьму вас тоже под руку и занесу в этот кабинет. Занесете? Да. А вы сейчас сами без маски смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надевайте маску, мужчины. Мимо рамки нельзя пройти, да? Я говорю, надевайте маску. Вы вопросов не слышите? Вы подойдете по очереди? Я еще на очереди стою. Мимо рамки можно пройти? Продолжение следует... Мимо рамки нельзя... Мимо рамки надевайте, следите на маску. Когда очередь дойдет, я с вами пообщаюсь, когда очередь дойдет. Извините, я вас не слышу. Давайте я подойду в это, когда очередь подойдет. Уполняйте мое законное требование. Вот здесь маска. Законное? Да, это мое законное требование, сутеревного пристава. Законное заявите, пожалуйста. В смысле законное заявление? Вы говорите законное требование, основанное на законе. 118 федеральный закон. О чем он гласит? Почитайте. Что значит почитайте? Ну, в прямом смысле, почитайте. Вот это вот то, что у вас одета, это маска? А это не маска по-вашему? Там в законе что сказано? Нужно носить маски или средства индивидуальной защиты? Это не в законе сказано. А, не в законе? Это в постановлении губернатора скажу. Но вы же ссылаетесь на закон? Я ссылаюсь на закон, потому что мои законы требования, они обязательны для всех граждан Российской Федерации. А, 118 это закон отрестков? Да, да. Вот, соответственно. Об органах принудительного исполнения. А основание вы сообщаете постановление, правильно? Конечно. Губернатор? Конечно. А губернатор у нас является законодательным? Губернатор это законодательная власть, а мы исполнительная власть. А мы исполнительная власть. Губернаторы издают закон? Вы мне тут зубы не заговаривайте. Я вам сделал последнее замечание. Либо, если вы не надеваете, либо не покидаете, я на ваших сторонах протоколов. Я вас услышал. Под принуждением. Под принуждением. Это не принуждение. Принуждение. Вы либо надеваете, либо покидаете помещение. Под принуждением. Ваши требования не основаны на законе. Поддержи, пожалуйста. Подождите, можете даже обжаловать мои действия, если считаете нужны. А номер, значка покажите, пожалуйста. Потом покажу я вам. А почему потом? Вот сейчас подойдете, я вам покажу. А почему маску сейчас, а значок потом? Потому что я сейчас не считаю, нужно снимать мою защиту. Какую защиту? Не надо, вон, просто этот, значок. Я не могу вам показать, не надо будет снимать. А, маска мешает? Понятно. Давайте отойдем, поговорим. Надо было просто надеть маску, они тут устраивают полемик. Так вам надо, вы одевайте. Я вам тоже делаю замечание. Вам надо, вы одевайте. Я попробую одевать. Давайте только я все ваши данные сейчас запишу. Запишите потом, я ничего не скрываю. Тогда сейчас я пройду мимо этого. Запишите, я ничего не скрываю. Надевайте маску. Рекомендательный или это обязательный? Это мое законное требование. Еще раз повторяю. Это мое. Я вас сейчас привлеку к административной ответственности. Ставлю протокол об административном правонарушении. Давайте мы с вами. Я сейчас вызову сотрудников полиции. Ставлю на вас конкурсер. Вы отказываете за сейчас. Надевать маску отказываете, вы находитесь в помещении. Не отказывайся. Вы находитесь в помещении. Требую предоставить сертификацию ответствия на маску. Вы находитесь в помещении. Вам надо надеть маску. Согласно 417-му постановлению, предоставьте средства индивидуальной защиты. Будете надевать, либо покидаете, либо я вас на вас оставаю. Вы предоставьте маску. Предоставьте средства индивидуальной защиты. Согласно 417-му постановлению. Я что? Непонятно, что я объясняю вам. Вы что? Я что? Я сотрудник органов предупредительного исполнения. Имя, отчество, фамилия. Это сейчас не обязательно. Как-то не обязательно. Тогда зачем меня ограничиваете? Потому что вы нарушаете постановление губернатора. Вы нарушаете постановление губернатора. Какой же закон это? Это уже другой обнос. Мы сейчас ограничиваем. Мы сейчас не... Пройдемте со мной. Так, руки. Руки. Пройдемте со мной. Гриней, физическая сила. Руки. Руки. Жек, Людмила, надень маску. Я одену, одену. Я же еще не дошла. Вы надеете, вы напомните помещение. Людмила, Людмила. А что вы меня толкаете? Отойдите от меня. Вы отойдите от меня. Слушай, отойди. Я в очереди стою. Вы его покидаете, либо составляете. А я что делаю? Вы что, не обязываете? Я вас обязываю, да. Ах, как? Да. Извините. Да, я вас обязываю. Извините, мимо рамки можно пройти? Нельзя мимо рамки пройти. Под принуждением. Это-то. Под вашей ответственность. Это требование или рекомендация? Конечно, это требование. Основное на законе. На каком? Не завариваюсь. Иди давай быстрее. Спокойнее. Вот здесь показывает. 209. Где? Вот там. Здесь? Да. Отвечаем, показывает. Это досмотр или осмотр? Вот это что? Это градусник. Покажите. Откройте, покажите. Все, дальше. Дальше, покажите. Номер значка, скажите, пожалуйста. А вот удостоверение запишет. Номер 315-781. Кильжанов Умар Арам Аразмабетович. Действует до 31 декабря 2020 года. Благодарствую. А где? Судья. А вы уже заходите. Елена Петровна, где? Ну, пойдет, конечно. Я подожду, пока она придет. А чем угодно? Вы меня приглашаете? Сохранение всех прав и свобод. Благодарствую. Как зовут? Зову. Как предоставлено. Кильжанов Умара или как? Вы же записывали. Как вам? По фамилии обращаются? По безразному. Откуда у вас столько злости? Я не понимаю. У меня злости? Да. А где злости? А? А где злости? А где злости? Ну вот, уже злости? Я вижу. Вы не видите? Я вижу. У вас какая-то, что? Ко мне какая-то личная неприязнь или что-то? Какая-то неприязнь? А? Я вам делаю замечание. Маску надевайте. На чем это? Нет, я вам вопрос задал. У вас что, ко мне? Какая-то личная неприязнь? У меня нету права неприязни. А почему так общаетесь с страной? Я странно общаюсь. Я вам покажу, что кто бы вам еще показал. Это 22 июля 2020 года. Суды, это мой новый. И это рекомендательный характер. Суды, что очень хорошо. Кстати, стандартфируйте. Маску надевайте, пожалуйста. Потом не говорите, что я... Пожалуйста, я успокаиваю. Штраф, но что-то привназбор. Я вам покажу. Я вам покажу, что вы играете. Да нет оснований, чтобы привлечь к административной ответственности. Нет оснований. Я говорю, нет оснований. В основании чего вы можете привлечь? Ну, как попугай же говорит. От меня три раза хотели полицейские штрафовать. И меня штрафовали, потому что нет оснований. Знание и сила. Вы предоставите постановление губернатора? Вы будете маску надевать, женщины? Не будете? Почему буду? Ну, надевайте. Сейчас подошел, никого же тот понял. Как нет? Вы здесь сидите? Судей нету. Вот, в маске. Никаких законов, ничего нет по поводу маски. Нет. Все это. Это условие. Я не знаю. Но дышать меня запрещает. Вот человек, а он не человек. Он сейчас физически. Живый запрещает. Дышать. Мы тоже не будем надевать маску. Я вас слышал. Он не надевает. Она надета. А где-то вы мне покажете? Я написал. А как мне ее носить? Покажете? А как вы думаете, как носить? Я не понимаю. Если написало, вы ссылаетесь. Вы планирует. А так думаете, он по-другому. Если вы ссылаетесь на постоянную губернатора, там написано применять. Применять. То есть, вот я ее в руках держу, я уже применяю. Я ее могу на ухо повесить. Какая маска? А для чего маска создана? А как вы думаете? Вот хорошо. Давайте по-другому. Давайте по-другому. Вот смотрите. Вы ссылаетесь на постоянную губернатора. Правильно? Вы его лично видели? Я его лично видели. У вас есть юридическое образование? Конечно. Если на документе нет пописи, документы имеют юридическую силу? И печать им нет. А печать стоит штамп какой-то губернатора. Ну, он имеет юридическую силу? Вы мне зачем такие вопросы? Ну, как? Зачем? С целью юрисдикции данного документа я хочу вас поинтересоваться. Он имеет юридическую силу? Вы мне зачем такие вопросы? Ну, вы же от меня требуете маску там как-то носить, не знаю. Ну, вы же должны на основании чего-то. Если постановление не подписано. Сейчас, смотрите, я у вас, я у меня законные требования, чтобы вы... Да, это не законные требования. ...находились в маске. В этом помещении. Это мой законный. Я в маске. Это не законный. Я в маске. Вы не в маске. Почему? А это вы можете оттуда? Вы вообще оттуда не в маске. Вы видите, я же в маске. Вы не в маске. А что это? Ну, это ваше сугубо личное мнение. Правильно же получается? Я сейчас... Законные. А на какой закон вы ссылаетесь? 118? На закон. На постановление. Ну, вы говорите законное требование. На какой закон вы ссылаетесь? Ваше законное требование. 118. 118. Это что, законно-судинственный пристав? Почитайте. А, почитайте. Сейчас, секундочку. А вы будете читать, если я вам предоставлю? Я не буду читать. Он же отказался. Я его каждый день учу. А, учите? Изумительно. Маску будем надевать им как положено. Я в маске. Постановление выше законное. Хорошо. А когда ходят вот по коридору, ваши работники без масок, почему вы их не тянете? Если я кого-то вижу, я всем делаю замечание. О, сейчас выйдет одно лицо в черной манте. Ниже носа идет маска. Мужчин, вы будете надевать маску? Как ты мне дорог. Ладно, я одену. Пока еще. Вы тоже не сказали, что сделаете замечание. Сейчас выйдет лицо в черной манте. Я тебе говорю, ты не по-человечески ведешься. Не по-человечески. Ты самый, смотрю, отчаянный у судебных приставов. Что там, что здесь, ты самый отчаянный. Еще коренной житель, наверное, да? А теперь, если такой ты законник, я тебе сейчас объясню. По поводу вымышления не говори. Не регламентировать законно, как мы с тобой общаться. Тик, тик, 118. Сейчас мы тебя не тянем. ФЗ. Есть юридические призывы? Нет, конечно. Ну, может, 7 месяцев. Но ты, говорит, шучишь? Давай получим вместе. Ну, давай. ФЗ номер 118 судебных приставов принят в Государственной Думе 4 июня 97-го года. Одобрен Советом Федерации 3 июля 97-го года вместо 24 июня 97-го года. Нарушен 14-дневный конституционный срок, в течение которого в Совет Федерации рассматривает поступивший в Государственную Думу федеральный закон, чем нарушена часть 4 статьи 5 Конституции РФ. Это вы что считаете? Я в то сведениях доложу, что я считаю. Информацию, которую я... А вы что считаете? Ну, какой-то документ, название какое-то есть на документах? То есть, о принятии закона имеет или не имеет, должен быть еще какой-то закон. А Конституции не о чем будет. Я говорю, что нарушен. Пожалуйста, не читайте ничего подобного. Можешь дальше не продолжать. Так вы не требуете... Вы личные требования выдвигаете, не основанные на законе. Я говорю, что 118 ФЗ, я тебе уже сказал, пункт 5 статьи 103 регламента Совета Федерации 30 января 2-го года. Это вы сами где-то напечатали, что я не могу помнить? А вы не можете с постановлением губернатора ознакомить сейчас по Конституции? Она есть в общем доступе. Зачем? Так ведь ты можешь посмотреть в общем доступе. Как в общем? Ты говоришь, значит, Конституция. На сайте идите. Ты говори, есть какой-нибудь закон, который меня обязывает туда заходить? Ты пристегаешь. Какой еще может быть закон, если он выложен в общем доступе на сайте? Секунду. Вы захотите. В интернете. Я хочу. Ну, ты от меня требуешь, ади к Москве. Ну, конечно. Согласно Конституции, ты меня обязан... Или иначе что будет со мной? Не Конституция. Подожди, нет. Или иначе что со мной будет, если я не выполню это постановление? Что? Ты протокол меня составишь? Конечно. Основания должны быть? Конечно должны. По Конституции ты мне обязан ознакомить с постановлением губернатора? По Конституции? Да. По какой Конституции? Все, все, все. Какая Конституция? Ой, двоечник. Двоечник. Ха-ха. По какой Конституции я вас ознакомлю? Российской Федерации. 24.4. А сколько там статей в Российской Конституции? Я у тебя экзамен сдаю? Ты еще молод сильно. Сейчас изменением 6400 изменений. Подождите, подождите, смотрите, если мы будем каждое вот это постановление, каждое требование, каждый закон вписать в Конституцию, то оно будет нечитабельно, оно, наверное, займет сколько стран. Я же сослался на Конституцию. Это постановление губернатора. Постановление, мы с тобой, наверное, как говорим? То есть, если есть закон, если есть закон ФЗ-118, и он, в Конституции прописано, как он должен подписываться, и когда он должен применяться. Статья 105. Можешь ответить, если он не вовремя опубликован или принят с нарушением, он не имеет юридических сил, это в Конституции прописано. А где вы говорили, только что про Маску говорили? Про Маску. Про Маску в Конституции написано. Что написано? Первая, двадцать седьмая статья, знаем? Ну, давайте, говорите в сторону. А, говорите. Ну, ты же учишься, я-то ученый. И что ты меня обязан... Вы пытаетесь со мной как-то конкурировать, да? Нет. Однако вы... Вас, уважаемый, без всякой личной неприязни, без всякой... Вас бесполезно что-то консультировать или вам что-то вдалблю? Это, наверное, потому что вы ссылаетесь на свои какие-то расписанные где-то там, какие-то тексты, да, которые... Например, в Конституции. Не имеют никакого логической цепочки... Логической. У вас только у приставов своя логика, и она непобедима. Это не только... Хорошо. Протокол ты на меня можешь составить, но ты обязан написать законные основания. Правильно? Ну, конечно. Обязан. Просто так не составляйте. Ты ссылаешься на что-то, на постановление губернатора. Правильно? Ну, конечно. Ты меня, перед тем, как составить протокол, ты меня обязан ознакомить со всеми материалами. Как нет? Не знание закона, правда, не освобождение. Нет. Меня ознакомить. Я же не говорю, что ты мне дай юридическую консультацию. Я имею в виду права и свободы, которые ты мне хочешь ограничить, ты обязан аргументировать. Четко, красиво. А где постановение губернатора? Вот когда ты меня будешь штрафовать, ты меня должен с этими основными ознакомить. Вы очень сильно ошибаетесь. Я гаишником в июле, 16 июля, было ровно 6 лет, я ни одному гаишнику не показал документы, хотя я катался по всей стране. Вы очень сильно ошибаетесь, граждане. Я что говорю? 6 лет я ни разу гаишнику не показал документы, я мотался по всей стране. И ни один гаишник за 6 лет не смог у меня документы посмотреть. И все по закону, не по беспределу. Два раза за все это на меня составляли протоколы. У вас когда дала разрешение на съемку? Да. А что запрещает съемку? Если она судья. А что запрещает съемку? Это уже в 17-м году разошло. Уточняйте. Заодно уточните, действует ли Конституция Российской Федерации. Не распространяется ли она на вас. Младший Ледимов, ты видишь, чердонов, вот все. И не будьте вы припинить. Пока нет. Не будьте. Лучше вот в натуре, что один делал, Женька, он молчал. И этот, ты молчит, красавчик. Чем вот этот. Беги, беги с этой. Тихо, тихо, Андрюха. Аккуратно. Я же сказал, только беги. Не надо вот этого. Пойдемте. Пойдемте. Протокол уже составляется на месте правонарушения. Пройдемте. На месте. Давайте на месте это составим. Надо составить наше правоопротивное поменять. Нет. Вот здесь. Я нарушила здесь и здесь. Давайте составим тогда, получается. Мы будем составлять в нашем кабинете. Нет. Протокол составляется на месте. Там и будем протокол составить. Мы будем составлять в нашем кабинете. Мы. Вот здесь, где я нарушила. Вы отказываетесь в противном кабинете? Вот. Где я нарушила, там и будем составлять протокол. Вы отказываетесь в противном кабинете? Я не отказываю. Где я нарушила, давайте тогда ссылайтесь на нарушение. Все статьи. Вы нарушаете в здании Мирового суда. Где? Вы не видите. В здании Мирового суда. Где вы видите, что я без маски или еще что-то. Вы не однократно снимали маску. Она не снимала ее. Вы что? На видео все джексировали. Я хочу вы мне ограничиваете дышать еще. Вы пройдете со мной. Здесь. Давайте я нарушила здесь. Давайте составим здесь протокол. Это мой законный требование. Пройдемте со мной. Это ваше законное. Но не от федерального закона. Не заставляйте меня применять физическую силу. Давайте. Приказ полиции. А если бы это мама ваша была? Кражданка. Из-за старания принять физическую силу. Кирижанов. У вас мама есть? Пойдемте со мной. Она дышит вообще, нет? Дышать он мне сейчас запрещает дышать. Подожди, Людмила. Тебе трудно дышать в маске? Дышать, да. Трудно мне. Ну дайте ей временно подышать. Она сейчас оденет. Дайте ей подышать немножко. Сейчас она оденет. Вот и дело. Ну что вы как это? Вот у вас... Кирижанов. У вас у самого маска слазит это, с носа. С процесса выйдет. С процесса выйдет. С процесса выйдет. У нее так здоровье пострадало от этих масок. Она ветеринар. Вы ее заставляете. Ну она сняла на этом. Просто пожалуйста выполняйте наши законы требования. Мы стараемся. Но это незаконно и требует. Благодарствует. Благодарствует. Но это незаконно и требует. Уважаемый Бреста, вы можете показать инструкцию, как настиг маску. Где-нибудь это прописано в каком-нибудь законе. Просто предоставить для ознакомления. Что вот именно ее нужно вот так носить. А не вот так. Или же они малые дети. Но вы же отталкиваетесь. Вы же говорите, что требования законные. Должен быть закон. Но вы мне покажите закон, который регламентирует, как ее носить. Вот сейчас, на данный момент, вы не надеваете маску. А вот так, а вот так. Выше нос тоже. Кто это определил-то? Как вы понять, не можете. Нет, а где это прописано? Это ваше личное мнение? Личное. А я считаю, что надо вообще ее не носить. А что это значит? Вот вы мне это покажите. Неизвестно. Хорошо. Вы скажите. Это общественное место здесь, нет? А как вы считаете? Я не знаю, я у вас спрашиваю. Вы же здесь работали. Смотрите информацию. Опять посмотрите. Ну, вы здесь работаете, я первый раз пришел. Я у вас хочу поинтересоваться. Вы же знаете все законы, обязанные знать, так вы мне скажите. Это общественное место, нет? Я еще не консультант. А, вы не консультант. То есть, вы не знаете ни своих неправ, только знаете обязанности людей. Вот это вы знаете. Типа. Смотрите, раз, почему вы не надеваете? Я дышу, я хочу дышать. Дышите в маске. Хорошо. Ей трудно дышать в маске. У меня диабет. У меня диабет. Да, нам всем трудно дышать в маске. У меня диабет и гибертония. У меня что-то дышать в маске. У меня тоже гибертония. И что-то трудно? Ну, это ваше добровольное желание. Мне надо дыша нужно ехать. Это ты выбрал. Нет, ни одна маска. Ты выбрал. Ты за это деньги получаешь. Я ничего не буду. Я не делаю маску, когда разговариваете. Я одет. У нас есть полтора метра, как предписано, как вы думаете. Ну что, вы почистите с нами. Да не надо ничего. Прекращайте. Что вы делаете? Я что нарушил? Почему? Скажите, почему вы не надеваете маску? Скажите мне. Вы находитесь в помещении, понимаете? Вы должны надевать маску. Это постановление. Это не я сам придумал, не я лично придумал. Я ее одел. Это уже меня не... На нос, вот так вот, как я надел. Надейте, вот так. Хорошо, сошлитесь на какой-нибудь документ, который меня обязывает ее одевать вот так. Можете сослаться? Маска для чего предназначена? Я не знаю. Вы же все прекрасно понимаете. Как вы понимаете? Сколько лет живете уже? Я живу много. Ну, как не понимаете? Как надевать маску, вы не понимаете, что ли? Так мы по понятиям живем или по законам? Вот так вот нужно надевать. Закон есть у нас какой-нибудь, который определяет, как ее носить? То есть, если не будет закона, как надевать, вы не будете. Но вы же требуете исполнения закона от людей. Вы же говорите, ваши требования законные? Ваши требования же. Вы что? Законное требование, законное требование. Я уже вам показал информацию, что 118. То есть, именно закон нужен, да? Конечно. Потом, смотрите, Конституция, Конституция Российской Федерации, статья 55. Права и обязанности, права и свободы гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. Это Конституция. Когда мы говорили по понятиям, я и по понятиям могу разговаривать. Я прожил интересную жизнь, интересные времена и года я прожил. Если ты сам говоришь, что ты служил вами, я служил. Я не говорил такого. Ну как, мы еще там у Христовского с тобой разговаривали. И тогда я прошел без маски в триста. Ну, что, не помнишь? Не помнишь? У меня шесть боевых наград этой родине. Я отработал на все 800 процентов отработал. И даже в армии, и все равно служил. И сейчас вы не обязаны передать. Что такое устав? Там без уставок, шага не споделешь. Но это устав, основной документ. То же самое, что это институция. Если ты от меня что-то требуешь и говоришь, что законно, ну покажи мне, расскажи, покажи мне бумажку с печатью. Маска предназначена для защиты, правильно, органом дыхания. Ваш нос является органом дыхания, как вы считаете? Еще раз, вот у меня вопрос обычный. Как вы считаете, нос является органом дыхания? Хорошо, а кто вам сказал, что... Не, подождите, вы не увиливаете. Вы, опять, у меня вопрос конкретный, да. Я вам задаю вопрос. Я в том душе. Я вот, я вам вопрос задаю. Вы считаете нос органом дыхания? Нет. Не считаете? Нет. Это моя личность, сугубо личная нить. А в законе где-то прописано, что нос является? Не прописано нигде. Это урок биологии. И что маска должна обязательно нос закрывать? Вот. То есть, а нос тогда для чего предназначен? Как вы считаете? Чтобы не кушать. Сморкнулся, да, и запахи. А когда вы кушаете, вы одновременно и кушаете, и дышите, правильно? А чем вы дышите? Ртом. Ртом. То есть, у вас рот открытый, и вы кушаете еду? Нет. Я ложку супа взял, проглотил, он живет свободно, он живет, и еще не гоняет. А вы не жуете, так ли? Возвращаем на зубов, не что выживать. Я готов. То есть, вы не жуете кашек и еду супом питаетесь? Вахатическими. А сколько все люди интересуются чем-то? Я вам объясняю, что он нос, это орган питания, и он должен быть прикрыт. У вас, у вас, покажите мне эту документацию, сошелитесь на норму закона. Статья или хотя бы правила. Есть постановление губернатора, кстати, там прописано, как я на себя. Там написано, применяй. Вы говорите, учитесь на юриста? То есть, вот смотрите, я ее взял в руку, я уже применил. Могу так на ухо повесить, могу так. Могу ей отмахиваться. Что хочу, то могу с ним делать, я ее применяю. В чем проблема? Все, все вышло. Он не пробивает. В общем, они сейчас придут, будут составлять протокол. Ну, что вы добились? Нет, а я сейчас один, придут и один. Пустили. Да, конечно, видео снимали, вы что не заметили? Да, и пусть я что нарушил. Я что нарушил. Такой протокол. Они сейчас добьются того, что они применят физическую силу и вас отсюда выведут. А я один останусь. Нет, зачем? Все, я у вас. А мы можем все вместе выйти? Куда? В следующий раз выйти. Пододокол написать. И когда все вместе, потом еще. А я не знаю, если у нас выпустят. Даже могут, да, выпустить отсюда? То есть вот сейчас пока мы ждем судебных пододокол, то есть там выйти, грубо говоря, пропить, в туалет и вернуться назад, или нет? А вы можете, конечно. А, можно? Да. Тоже, хорошо. Нет, выйти-то можете, они могут вас не запустить. Все, вы так делаете всегда? Нет, ну не все же такие. У них же тоже есть люди нормальные. Человек хочет, он сейчас есть. Он же адекватный человек. Мне то же самое говорили. Он его останавливает. А потоки не пускают. Нет, разные жилища. Это предостережение. Нет, нету вам доверия вообще. Ну, не все же одинаковое. Нет, нет. У него точно так же не должно быть доверие таким всем людям. Так, по факту. Каждый же ведет здесь себя по-разному. Ну, это, его фамилия, это Ульба. Да. Его гнобили в детстве очень много. И что ему там под задницу напиливали. Со статьей 55 Конституции, Российской Федерации, Федеральный Закон. Я не говорил. Статья 55. С 1999 года. Повы и свободы могут быть ограничены только в Федеральном Законе. 52 фаза о санитарном и предполучении, благополучии населения, целях предупреждений возникновения. Народ настолько отупел, что они даже не хотят в этом разбираться. Их проще на колени встать, потому что сказали, это моя законная тема. Нет, ну, видимо. Я не буду ползать на колени скоро. Будут? Я их так и спрашиваю. Вы, это, вы на коленнике, это, будете одевать? У нас вакцинация. Я говорю, да, в Буки. Мастер Жилов мне так ответил. Я говорю, вы зачем, говорю, мастер носите? На улице вас никто не видит. Говорю, а если завтра скажут, это, оденьте на коленнике и ползайте. Ползайте на коленях. Вы будете надевать на коленнике? Нет, это же другое. Нет, я не буду. Чтобы колени не повредить хотя бы. Я говорю, да, буду. А, о, как? Да. Ее вообще без разницы. А на году на коленях ползать за жительную зарплату, там, 30-40 тысяч. У нас, у нас, у нас, как, вот, это так же, как многие. А по телевизору сказали все, но никто не смотрит, не открывает этот закон. Вот точно так же, он говорит, я учу конституцию, но он ее даже, по-моему, не открывал. Но, извинения, 6300 закон, этот, как говорится, статьи. 6 тысяч 300. Опять, с другой стороны, голосование по поправкам не видит, а конституцию уже, еще голосование не прошло, конституцию уже в магазинах продается. Ребят, остановите его, пожалуйста, а то он, что-то, это, вообще, не в ту сторону думает. Нет, я знаю, что такое же, чем не видишь. Ты не будешь, он стоит глазами, вроде. Мы можем опять, например, дело костюм такое, чтобы вместе уходить, а не оставаться одной. Мы можем же это дело, когда тратить писать... Мне нельзя, уходи. Нет, отложите, когда тратить писать, если это дело костюм. А ей пофиг, она отклонит их, все. Я тут один без вас останусь. Конечно. Пустите, пожалуйста, слушайте. Лена Петровна, он только что выходил в воду, принес пить ее, это... Пропустите, пожалуйста. Лена Петровна, вы долго будете отсутствовать? Ну, минут 10, как обычно, да? Можно на перерыв сходить в туалет? Вы можете? Можно сказать, но если только мы не думаем, что ли? Вам нет. Вам нужно письменно это, ходатайство об объявлении перерыва на 30 минут? А сколько у нас времени есть? Ну, смотрите, это ваша, 10-10 минут, я думаю, что достаточно будет? Сейчас сколько времени? 15-19. Давайте в 15 минут соберемся. В 12-15. Договорились. Вот, тогда что? Ну, что, пойдешь со мной? Куда? Протокол спускай составим, и что они на что слаться будут? У меня времени нет. Пить хочу еще я. Так вот, пойдем попьем, и потом... Куда? А где пить? В Ницце, на улице. Протокол спускай. А? Там, там где вода? Я вам дам потом воду. Так, сначала воду. Мне не надо, как говорится, руками трогать. Полтора метра от меня. Я хочу пить. Протокол будем составлять. Протокол. Дайте мне воду. Я сейчас дам, пройдемте. Я вам дам сейчас воду. Пройдемте. Пошли, пошли. Пошли, давай. Снимай, снимай. Протокол. Проходите. Где? Фотографию показать. Давайте. А вы сейчас сами без маски смотрите. Вот вам фотографию смотрите. Так вон же маска. Нос закрывает? Не закрывает. Все. А она не обязана нос закрывать? Вот сейчас протокол составим. Вы что творите? Будете в суде доказывать. Вы что творите? У меня судебный процесс идет. Вы что? Проходите, я вам еще раз говорю. Тогда я позвоню адвоката. Проходите, проходите в кабинет. Не заставляйте, примените силу. Так, не пугайте. Нет на то моей воли. Проходите. Нет на то моей воли. Мы сейчас возьмем вас под руку и занесем в наш кабинет для составления протокола. Что значит занесете? Я не вещь, я человек. Вы не понимаете, как хотите. Я вас предупреждаю, что мы будем в отношении вас применять физическую силу, если вы будете препятствовать моей законной деятельности. Я не препятствую. Вы препятствуете мне для составления протокола об административном правонарушении. Вы допустили административное правонарушение. Я ничего не допускал. Вы не выполнили мои законные требования. Вот сейчас, на данный момент, сейчас даже вы стоите, не закрываете. Так она сама, так у вас тоже не это. Ну, закрывайте тогда. Так у вас тоже не закрывают. Я все время закрываю. Так я тоже все время закрываю. Все, проходите. Все, проходите. Вы ко мне применяйте физическую силу. Все, я вынужден. Я позвоню, как говорится, можно еще. Вот так посидите, позвоните. Не указывайте, сейчас я позвоню, подойду. Я сейчас возьму вас тоже под руку и занесу в кабинет. Занесете? Да. Проходите в кабинет. Вы тоже, что ли, тренируетесь все это, поднимаетесь? Паспорт. А? Давайте ваш паспорт. А? Что значит держи ее? Паспорт давайте возьмем. Какой паспорт? Паспорт для руководителя. Представьте мне ваш паспорт. На каком основании? Вы мне препятствуете. Я хочу узнать основание, на каком основании я должен быть. Я что-то нарушил? Я вам родился только что. Конечно, вы не выполнили законные требования судебного пристава о нарушении правил, о недопущении действия нарушающего правила суда. Правила суда? Конечно. А что правила суда, говорит, гласят? Какой пункт нарушил? Вот там вот у нас висят в свободном доступе. Можете ознакомить. Вы уже не сладитесь, а что висят? Если вы, это, скажите на основании чего. У вас вот маска тоже спускается. Вот сейчас, на данный момент, вы не надеваете маску. Я дышать не могу, вы не ограничиваете дышать. Если вы дышать не можете, тогда обращайтесь в соответствующую. Спасибо большое. А вот воду как пить? Чтобы воду выпить, можно же маску приспускать? Вы мне будете свой паспорт предоставлять? Либо я вызываю полицию, и мы едем в город. А вы не имеете права вызывать полицию? Это уже мне решали. Я общественный порядок не нарушаю. Вы будете предоставлять? Это ложный вызов будет. Коля, у них есть паспорта? Копия паспорта есть? Прошли по паспорту. Еще можете потом принести? Надо тебе воду подвезти. А как пить, если он сразу административный протокол назначает? Это что такое творится-то? Спасибо еще принесите, пожалуйста. Это же... Я не могу аж... Мы сейчас будем... Ссылается он на нас, но ничего. Может, как говорится, меня в речении. Полной свободы дышать. Вот все, что я только вижу здесь. Мне надо быть на суде в заседании через 5 минут. Кирижанов, вы меня слышите? Что, самоуправство, что ли, получается? Да. Чистой водой. Здорово. Время, время уже выходили. А что, время? Меня задержали. Мне применили физическую силу вместе с Людмилой. Мы сидим, на нас хотят по два протокола на каждого оформить. Опа. Ага. Где, внизу, что ли? Да. Вон там, где пост охраны, короче, там. Ты, да это... Елене Петровне сообщи, что я задержан против моего лица. Сейчас, я скажу, скажу, что я уже скажу. Да, пускай примет меры, пускай даст прямые указания Киржанова, чтобы меня отпустили и дали присутствовать на заседании. Хорошо. Под видеозапись. Давай. Давай. Так, мужчина, выходим, судя совещает. Вы куда идете-то? Я хочу сказать, что задержали людей внизу, где-то Киржанова. И телефон уберите. Цирк устроил. Все, я хочу сказать. Все, я хочу сказать. Да, это просто. сейчас поднимайтесь на заседание пойдем она слушатель вы меня опять толкаете вы административно задержаны вы допустили правонарушение мне судья пригласили в судебных помещений съемка не ведет меня елена петровна пригласила людмила сейчас прессовать будут она одна там осталось вы чего женщина закрыли она сейчас она себя плохо чувствует говорит что сопровождающий попробуй пройти если не получится с той стороны окном вы это снимай на видео лёха беспредел вообще людмилу одну там оставили вызывает незаконное удержание она является слушателем процессе ее удержать что-то вообще какой-то беспредел ее сейчас там доведут у него сердце остановится и скорую надо вызывать Елена Петровна Елена Петровна а что за беспредел творится а? меня только что Кирзанов задержал нет а основания какие-то сделают ну он не называет он говорит предъявите паспорт и тоже основания не называют ну основания соответственно что вы будете обращать на какого-то что выпускаете на какого-то права обжалов так он не называет это что я нарушил нет на основании чего окончательный жал будет вам правило обжалов доказательство если нет есть существующие вопрос обращайтесь а это вы дали указание ему задержать я причем я в совещательном сидела а кто дал указание меня отпустить я потому что у нас процесс ну так вы же свидетели в совещательной комнате раз вы дали указание меня отпустить вы могли дать это я вышла никого нет поэтому у меня вопрос какой я даже секретарю сказала что она задержалась вы к этому причастны? к задержанию? почему не почему это прямое воспрепятствование правосудия а вы не подскажете почему Киржанов не Киржанов это кто? а? Киржанов это кто? это кто? кто? это якобы судебный пристав который вот здесь убил а не знаете? конечно нет вот у него какая-то избирательная позиция за действие судебных приставов запомнить но я могу сказать о чём ну вы же какое-то влияние имеете на них? у них есть вышестоящие вопросы поэтому они не ну влияние то у вас есть а? что вы хотите? а? что вы хотите? он меня не отпускал пока вы не позвонили потому что мы у нас рассматривали так я вам то же самое говорил он не реагировал эти упоры пока вы не сказали чтобы не нарушать ваши конституционные права на рассматривание аааа так получается только по это когда судья звонит всё по звонку решается по понятиям, да? не по понятиям нет, но по понятиям ну как по понятиям я ему то же самое говорил вы нарушаете мои права и у меня сейчас судебные заседания у вас вопросов не было почему я огласила то без вас или рассмотрела это без вас поэтому правильно же было с вашими частьми конечно обязательно что в отношении вас не меня а мои это а персоны Булгаков Антон Николаевич я то живой человек не вот эти пожалуйста совершенно верно Благодарство в отношении вопросов Антон Николаевич так вооружение номер 2 вы мне скажите вот я сейчас соглашу очередное выразъявление и хочу все таки сходить в туалет и где-то попить воды вы этого не сделали? нет конечно нет я был тут же задержан вот этим Киржановым который сказал я вас сейчас задержу и занесу в кабинет как вещь так и сказал занесу вы считаете приемлемым такое поведение? а? воздержитесь? нет вы мне поясните вот я сейчас заявлю возражение да вот тут в принципе есть варианты рассмотреть вашу схему вы сказали заявить все сразу а потом вы удалитесь и рассмотрите правильно? где гарантия что вот сейчас там это вот эти вот протоколы он там говорит сейчас вызовем полицию повезем вас в отдел номер 2 устанавливать личность у нас же рассмотрение дела не заканчивается только рассмотрение ваших вращений возможностей патологии именно рассмотрение ваших данных вы еще не выяснили обстоятельства ну конечно так я о том же вот я сейчас в очередной раз попрошу перерыв потому что я хочу в туалет я хочу попить где гарантия того что меня не увезут в отдел полиции у нас препятствует не будет то есть да ну это другой пристав это Сергачев а тот Киржанов он вообще невменяемый по моему мнению если вам говорить что вас препятствует не будет то есть вы попьете вы даете гарантию что он не будет вас препятствовать? я хочу довести судебное заседание до конца сходить попить в туалет на улицу подышать воздухом потому что в маске уже кислородное голодание возникает и вернуться сюда чтобы дочитать все с выхода теста вы даете гарантию что это будет выполнен? что меня не повезут в отдел полиции чтобы затянуть процесс давайте будем исходить из того что опять же ограничены по времени так я из этого и схожу мне нужны какие-то гарантии иначе что мне делать мне же нужно как-то принять решение либо одно зачитать либо все сразу либо что-то придумывать либо своих соратников сюда вызывать чтобы они что-то предприняли а? зафиксируют хотя бы на видео весь этот беспредел так у меня вы вырывали только что видеокамеру и телефоны из рук сейчас нет слушай беспредел вообще я зачитываю я зачитываю переходим где-то в процессе воля заявления возражение номер два на действие судьи судья в кавычках так до судебного заседания нет я не хочу нарушать порядок сейчас вы удалите защищаемую комнату правильно? я могу выйти на улицу я могу выйти на улицу можете меня киржанов не задержат примерно лет фирма на десять минут если ты не слушаешь что-то не скажут надо вернуть я хочу сюда прийти через десять минут но там судебные приставы ну это другой пристав вы начальник киржанов? вы можете отвечать за его действие? м? нет? нет? ну вот видите я сейчас включусь и меня задержат отвезет в полицию номер два и понеслась задержат не задержат а там начнут девятнадцать точка три вменять как они всегда любят вы можете это гарантировать? 15 минут у меня есть? нет десять минут что? если что я приду закричу хамп куда придешь? к Елене Петровне Елена Петровна ничего не решает ну решил уже первый раз пойдем короче а за что у вас киржанов тут привезли? киржанов вообще это он беспредельщик вообще он они сами от него видишь издыхиваются я пойду выйду на десять минут хорошо и зайду да вы можете пройти со мной? конечно будьте добры да неважно что с ним делали тут зачем вот что что я ему сделал чего он такой злой я не понимаю вон она вот к вам вообще никаких претензий вот киржанов что-то вообще творит непонятно доверишь нет на каком-нибудь корпоративе и они его все-таки всекут девчонка не будет в этом дело не знаю если он не убежит то все что-то сто кудов нельзя вы же меня знаете я вообще ни разу не беспредел всегда культурно вежливо общаюсь ну вы то да а киржанов что-то вообще у него какая-то личная неприязнь что-ли нет это эмоциональная молодежь не думаешь не в туалет ни попить воды ничего не дал они предоставили мы предоставили предоставили уборная пожалуйста где вода а где кулёш горячий холодный а где куфе мало кто остался в светлом уме и в строю не было это набор который люди хоть чуть-чуть понимают только ты и выдержал все испытания а чё не бьется ну и я тоже людицами не зачаровать если люди при гибридском странице я могу попить воды а мне придется маску приспустить можно я могу попить воды ну просто мне придется маску приспустить а тут киржанов говорит он меня сфотографировал при выходе вот в таком состоянии не говорит что я без маски находился ваша повестка а она ой девушка не злитесь пожалуйста я не хотел вас разузлить а я не знал извините расписываться надо? не надо ну вы запомнили а не да да почему одиннадцатого шестнадцатого вы сказали шестнадцатого вы сказали я не знаю я не знаю я не знаю что вы 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 вы